МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о ситуации на дорогах города и области, а также о происшествиях. Всем здравствуйте. На выходных серьезная авария произошла в Амурском селе Владимировка. Иномарка не смогла удержаться на проезжей части и угодила в столб. Фото происшествия в редакцию СН-24 прислал очевидец. Судя по снимкам, автомобиль Мазда съехал с дороги и попал колесами в земляную канаву. За пределами проезжей части иномарку ждал столб. В результате столкновения повреждена передняя часть машины. На втором километре Новотроицкого шоссе в Благовещенске произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Оба транспортных средства двигались по Новотроицкому шоссе в сторону города Свободного. Девушка-водитель внедорожника собиралась выполнить левый разворот. В этот момент мотоциклист решил объехать ее по встречной полосе и не заметил маневра девушки. Произошло жесткое столкновение. Мотоциклист отлетел над противоположную часть дороги. Как сообщает Федеральная служба аварийных комиссаров, водитель мотоцикла сломал ногу. Девушка-водитель внедорожника в ДТП не пострадала. Транспортные средства получили серьезные повреждения. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на перекрестке улиц Конная и Островского. ЗИЛ двигался по улице Островского, впереди него двигались два автомобиля – Куб и Ипсум. ЗИЛ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с Ипсумом. Тот, в свою очередь, столкнулся с Ниссаном Куб. От удара Куб влетел на главную дорогу, где в него влетела Карина. В ДТП пострадал водитель Карины. Сработали подушки безопасности, у водителя разбит нос. В райчихинске молодые люди разбили стекла грузовика, принадлежащего местному хлебозаводу. По информации городской телекомпании ГТС, между предприятием и неизвестными назрел конфликт. По словам очевидцев, на днях двое молодых людей с металлическими трубами разгромили грузовой автомобиль. С помощью своих орудий они разбили переднее, боковые и заднее стекла. Налетчики сбежали, при этом ничего не украв. На место выехали сотрудники ГИБДД и полиция. Издание уточняет, что ранее руководство хлебокомбината получало угрозы от неизвестных. На служебных автомобилях прокалывали колеса, по территории хлебокомбината стреляли из ружья. Причины конфликта не сообщаются. В Шимановске кому-то явно перестали нравиться внедорожники. Уже дважды за неделю горели джипы. Возгорание джипа с московскими номерами ликвидировали за пять минут, но пламя повредило салон джипа и моторный отсек. Другой автомобиль получил возгорание в моторном отсеке. Пламя быстро ликвидировали. По факту происшествия ведутся расследования. Дознаватели не исключают, что причиной пожаров могут быть поджоги. И на сегодня это все. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин